У нас минимальная зарплата у пенсионеров, вот моя жена, 760 гривен. Можно на эту зарплату прожить? Издевательство вообще. А плюс ли карты купить, оплатить все. А они, наверное, ночной клуб не идут с такой суммой, 700 что ли, на один день, не хватит. У них в кармане, по крайней мере, тысяч пять долларов. Это минимум. Наверное. Потому что те машины, которые стоят там у парадного подъезда, они стоят по миллиону и больше. А у некоторых парк этих машин. И в то же время можно взять и выгнать бездомных людей с общежития, в котором они ждали очередь на квартиру, работали на предприятии, как я в Киеве видел, по телевидению показывали этих людей с детьми. Потому что какая-то отца закупила это здание и хочет там перепроферировать, что-то сделать. Если, вот знаешь, как бы сказать, ближнему какое-то сочувствие, нету этого сочувствия, понимаешь? Зато мы можем говорить о том, как мы любим друг друга. Мы христиане. Какие мы христиане. Если каждый день дети просят на операцию, больные дети, больные раком. Мы собрали 150 миллионов, и куда мы их делим? Где-то больница. Где она, детская онкологическая больница в Киеве? Почему ее до сих пор нет? Уже 10 лет прошло. А процесс собирания денег, он очень привлекательный, знаешь? А процесс воровства еще более. Идет себе, собирают деньги, собирают. 150 миллионов вполне хватит, наверное, на такое заведение, на такую детскую больницу. И мы все просим, то в Германию отвезти ребенка, то в Америку отвезти. А у себя, что мы, у нас есть хорошие врачи. Я когда слушаю, от хороших докторов, да? У меня, знаешь, душа начинает болеть. Но почему нельзя у нас сделать, купить хорошее оборудование, сделать хорошие больницы на уровне? Чтобы можно было здесь спасать своих детей, свое будущее. Ну, как думаешь, почему? Потому что денег на это нет. А когда посмотришь, посчитаешь, сколько миллиардеров у нас на Украине и сколько миллионеров, думаешь, это неправда, у нас много денег, только воруживают и распределяют неправильно. Почему рабочий получает вот такую сумму, а депутат получает в 10 раз больше, в 20 раз больше? Полтинник он в месяц получает, 50 тысяч долларов, 50 тысяч гривен. Ну там все, на круг посчитали, больничные, там, максимум 5 тысяч. Я хочу на эту работу пойти, где-то идут 5 тысяч. Ну, иногда слышится там по деревне. В другой стране, наверное. У нас вряд ли, у нас на раз 5 тысяч это максимум. Ну, может 3, на НГЗ может 3. Ну, может 3, да? Я думаю, да, но я не знаю, я давно не был. Ну, может 3. Я просто их украсил немножко 5 тысячами. Это ты сильно украсил. Ну, вот и получается так, 18-20, 50 тысяч. Ну, ты что, вообще не в курсе дела, что сейчас Майдан? В Киеве Майдан сейчас. Не в курсе, не в курсе. Второй день уже. Не в курсе дела. Да ты что? Я смотрю... Телевизор смотрите вы с Антоном? Я смотрю Хистерри, я смотрю Известия России, Известия Украины, новости. Как бы всё, авторитетно. На выборы хоть ходил? На выборы практически не ходил. Ну, что значит практически как? Оттереть? Не хотел ходить. Не хочу больше ходить. Вообще никогда не пойдёшь? Никогда не пойдёшь. Ну, вот поэтому... Я ходил в том году, когда выбирали президента. Больше ходить я не хочу. Я не вижу, за кого можно проголосовать. Кто бы молел душой за свой народ. Я не вижу героя своего народа, у которого душа болела. Или партию такую. Я вообще и в партию больше не верю, ни в какую. Подожди, ну-ка. Вот убегает. Сохи забыл, как зовут твоего внука. Никита. Никита. Да. Он выучил... Для него же как-то надо... А они никто, не помощники ему. Никто. Они никто, для него не будет что-то делать. Их дети выучатся и смоются за границу. Нормальным детям не дадут места. Думаешь, что уже ситуация беспросветная и бесперспективная? Бесперспективная. Я раньше надеялся и думал раньше. Ну вот, я хочу сказать, что, наверное, самой лучшей бы оппозиции был, это интеллигенция. Которая способна рассуждать масштабно. Но вот эта, так называемая, кучка оппозиции, она любая. И то, что у власти, и не у власти, это на уровне базарных людей. Это люди, которые непрофессионально или не хотят мыслить профессионально. Умышлено, думая, что народ идиоты. Правильно я думаю или нет? Нет, неправильно. Нет, неправильно. Хорошо. Сколько людей у нас заканчивают учебные заведения и не находят здесь места? А, ну у нас скоро будет стопроцентное. И все выезжают за рубеж. Мы снабжаем всю заграницу. Стопроцентное скоро будет высшее образование. Да. Обязательно будет высшее образование. Да, но надо же посчитать, сколько нам нужно юристов, сколько врачей, сколько прокуроров. Отдельная тема. Сколько танкистов. Сколько баянистов. Да. Отдельная тема. А мы не считаем и выпускаем конвейер. Ну, это же целый конвейер, ты правильно сказал. Работает вузы, работает целая система. Никто не занимался подсчетом. Почему? Учетом. Мы считали, что очень выгодный бизнес, личный. Да. Но каких людей выпускают иногда? Профессионалов или нет? Они далеки до профессионального уровня. Некогда и готовы. И некому уже получается. И некогда, и некому. Не об этом на завор, а завор. Сейчас вернемся к Майдану. Ну да. Я раньше, будем так говорить, надеялся, что вот новые силы встряхнут страну. Я думал, что у нас есть неглупые люди вот в университетах, когда слушаешь, да, вот на таких отделениях, вот, исторических, филологических, вот, на управленческих факультетах. Я думал, что, ну, вот эти люди. Но когда я услышал, сколько их остается в стране, не найдя себе работы, у меня руки опустились. Володя, надо что-то пессимистическое, пессимистическое. Потому что вот если мы вот у нас, вот так у стариков руки опустятся, то хана-то добудет. Да. Нам нужно... Что мы оставим, Никите? А что мы? Уже все украли, мы ничего не оставим. Мы можем оставить только память о себе. Только то, что вот мы им вложим для души, для интеллекта. Для того, что школа вложит. Больше ничего. Мы даже им не можем дать надежду, дать ту возможность, при которой бы они себя чувствовали людьми. Володя, ты сейчас рассуждаешь, как слесарь с какого-то завода. Ты же востребованный художник. Ты продаешь работы. Я знаю много людей, которые очень любят твои работы. Любят, слава Богу, тут их плохо. Я постучу, постучу. А ты рассуждаешь, как... Будем так. Но я ведь смотрю не только с точки зрения вот той кукушки, которая вот мне хорошо, и всем, наверное, хорошо. Мне не всегда хорошо. И я говорю, не всегда. Когда тебе плохо? А? Ну, я понял, что тебе сейчас плохо. В смысле, плохо от ситуации. Когда и все плохо? Ну, понимаешь, как... Я бы выразился более... Немножко по-другому. Я бы не мог одеть парадный костюм, пока мой весь народ ходит полунищий и полуголодный. Я не мог бы хвастаться шикарными обедами, когда все люди с хлеба на воду перебиваются, когда бабушки в магазине ливерные колбасы в волю не могут купить. Да. От этого мне больно, понимаешь? На душе. Я не могу смотреть, когда собачек убивают толпами, потому что некоторым людям, которые не понимают животных и не любят их, и не понимают их чувств, да не эти несчастные собачки кусают, а вот те домашние, невоспитанные псы, которых часто без намордников выводят, показать свою власть, показать себя на уровне, на фоне собаки, этой большой, невоспитанной, хамской собаки. А вот эти дворняжки, да, это тот народ, это мы. Беззащитные. Знаете, сколько стоит убить такую дворняжку? Я занимался этой темой очень плотно. И тем не менее убивают безжалостно, беспардонно и травят. А они ее не бесплатно убивают, там что-то около 300 гривен нужно заплатить. Представляешь, находятся какие-то твари в подъездах, твари в подъездах, которые собирают по 10 гривен с каждого жителя подъезда, ну, потому что, чтобы убить собачку, которая возле его дома, допустим, я уже молчу. Она приютилась, да, может ночью там сквальчит, может гавкает, может, ну, я не знаю. Ну, вот я сейчас иду, они прячутся, бедные, они уже не знают, куда спрятаться. И я каждый день что-то несу им, чтобы они могли перекусить, что-то съесть. Ведь каждый... Володя, не вопрос, пользуясь случаем, это судьба. Завтра в 3 часа, завтра в 3 часа, в Большом зале Борисполкома, состоится вот то, что ты сейчас говоришь, ну, месяца 3 назад, Муза Махова. Знаешь, какая есть Муза Махова, Николай? Ну, ничего не знаешь. Муза Махова, это есть малюсенькая такая тетя, там, метр пятьдесят, в объеме, там, 20 сантиметров, и, то есть, не в объеме, как называется. Ну, да. Ну, очень малюсенькая такая женщина просто. Но, кремень просто, знаешь, такой. Просто такая, которая одна, я когда увидел, чем она занимается, одна против такой огромной машины, я когда сел, посчитал вообще порядок цифр, тогда вообще чокнулся можно, там, миллионы, а я на дна сражается с этой огромной машиной. Я что-то пытался там свой пятачок всунуть, но понял, что отобьет пятак вместе с... Поэтому завтра я тебя... Ты сам за собачек заговорил. В три часа, в горы с полкомием, в большом зале, жинжуруха, чайка должны проводить... Наконец-то она их добила такие. Она их добила. Ну, вот про этих собачечек, про кошечек бездомных. Про вот эту всю историю. Вот смотри, мы едем в субботу, в воскресенье на дачу, я покупаю специальный корм. Знаешь, вот такие колбасы, ну, все. Ты завтра там должен быть обязательно. Ты должен быть завтра там обязательно, в большом зале, в три часа. На даче. И я не могу, понимаешь, видеть, когда собачка смотрит... Ну, ты знаешь, что в Николаеве существует мощнейшая организация защиты животных? Не знаю. Мощнейшая. Она там... А я звонил в исполком пару раз, когда тут убивали на наших глазах. Мы заступались во дворе... А я тебе скажу, их не просто убивали, это значит, кто-то их вызвал. Они не просто так приезжают убивать, им делать нечего. Я знаю, кто. Это кто-то конкретно с вашего... Не просто... С подъезда с тобой. Не просто вызвал, оплатил, оплатил. Это же они не просто приезжают. Там про тех парней, которые занимаются убийством этих животных. С воздушным ружьем, с уколом, с этим. Ну, так я его знаю, это вот... Негодяй. Негодяй. Да нет, он молдаванин, он не негодяй. Он какой-то... Он молдаванин, я его знаю, в интернете увидишь, я с ним общался. Худощавый, морда такая. Да я, как его зовут, уже был. Ему сто раз говори, что это дворовые собачки, что они... Еще раз говорю, они получают 300 рублей. Это бизнес. Он в день убивает их 10 штук. Он 10 штук, у него заказ. Вот считай теперь их бабки. Я не люблю, я никогда не считал чужие бабки. Но я...